всем привет и добро пожаловать на канал главной темой сегодняшнего влога будут у нас покупки для дома в последнее время я приобретала много разных красивых колоритных интересных вещиц и сегодня хочу вам их продемонстрировать естественно оставлю ссылки где заказывала и покажу поближе также пришла лисе детской одежды из магазина lucky child сделаем на нее обзор и конечно же покажу парочку простых и очень вкусных рецептов подписывайтесь на канал ставьте пальчики вверх подписывайтесь так же на яндекс дзен ну и всем кому интересно приятного просмотра у нас в нижнем новгороде на прошлой неделе прошел ледяной дождь и я просто не могла не показать вам в эту зимнюю сказку такое конечно же бывает не часто наш самый любимый завтрак в последнее время это пышные оладушки со сметанкой берем одно яйцо туда добавляем половину чайной ложки соли 3 ложки сахара взбиваем все это тщательно затем выливаем теплый кефир обязательно теплые немножечко даже подогреваю в микроволновке перемешиваем добавляем муки до густого состояния и в самом конце когда у нас мука уже наматывается у меня на миксере понимаю что муки достаточно тут конечно еще главное не переборщить добавляем в конце еще и соду соду я добавляю чайную ложку тщательно убираю все комочки размешиваю в тесте выпекаем пышные вкусные оладушки давайте сначала посмотрим одежду которая мне пришла из магазина lucky child это российские производители дизайнерской детской одежды на каждый день и сразу хочу сказать что моим подписчикам этот магазин предоставит скидку 750 рублей на любой заказ от полутора тысяч рублей ссылку на сайт и промо код на скидку ищите внизу под видео давайте я вам сейчас покажу что выбрала в интернет магазине lucky child и пригласим алису потому что она еще не видел этот заказ ей не терпится посмотреть и конечно же все это примерить заказе у меня было три футболки с коротким рукавом две такие футболки с длинным рукавом смотрите интересные модели нравится подобную плану модели так далее два платья с коротким рукавом и одно платье с длинным рукавом это платье довольно теплое оно с начесом три пары таких вот очень симпатичных носочков лаки челд материал плотно знаете бывает некоторые детские вещи таки с такого промо очень тонкого материала но здесь вот действительно плотный материал и такие блестящие вставки у меня леса немножко ворона вся в маму в общем да мы любим такое не смотреть такие элементы в виде бантика очень интересно мне кажется милые мордочки нашивки смотрите с фирменным с названием бренда шовчики смотрите все очень так хорошо действительно сшито что касается качество данной одежды я осталась довольна очень хорошо обработаны швы они все очень ровно и специального демонстрирую крупным планом чтобы вы тоже могли рассмотреть на ощупь материал очень приятные они на сто процентов гипоаллергенные производится на основе российских сертификатов и гостов давай открывай так вот мадик ну и теперь примерка от алиса ребенок с удовольствием примеряла все это одежду крутился перед камерой потом еще и перед зеркалом мы с алисой остались очень довольны заказом прекрасно на мой взгляд вариант качественной одежды по доступным ценам и пока алиса демонстрирует вам твою новую одежду хочу еще напоследок сказать что сейчас магазин lucky child проводит на своем сайте игру счастливый малыш разыгрывается очень много самых разных призов я даже не буду вам перечислять список действительно большой а главным призом станет сертификат 20 тысяч рублей на покупку одежда магазине лаки чайлд поэтому обязательно переходите на сайт принимайте участие в игре сражайтесь за призы и конечно же выигрывайте желаю вам удачи ну как тебя лис одежда хорошо и тепло тепло теплое платьишко да и не нужно и не нужно и не нужно и не нужно остальная одежда как просто вот так супер я рада себе понравился девочки спрашивали меня как поживает змея кулька с после пересадки. На самом деле, очень все, как мне кажется, неплохо. Единственное, есть вот такие листочки, которые пожелтили. Сейчас я отрежу. Тут один получается. Ну и вот еще один. Тоже как-то себя не очень хорошо чувствует. Но на самом деле, что говорит о хорошем самочувствии Замиоколькаса, это то, что у него запустился, смотрите, новый рост нового ростка. То есть я так делаю вывод, что все у него в порядке, он переживается. Новые ростки он все же не пускает, если было бы у него очень плохо. Поэтому отрежу сейчас желтые и будем ждать того, что разрастется мое растение. Что же касается вот этого фикуса Бенджамина, то он как-то, как вы видите, не очень хорошо себя чувствует. У него, по всей видимости, осень. И я тут было испугалась поначалу, что после пересадки такое вот с ним приключилось. Но потом вспомнила, что, в принципе, это практически каждый год с ним случается. Не каждый, но практически каждый год. Вот странно, не каждый почему-то. Тем не менее, видим, не хватает сейчас уже света дневного, может быть, подкормка какая-то нужна. Поэтому я сейчас удалю вот эти листья. Они, на самом деле, очень быстро желтеют. Если удалять их, то они желтеют еще быстрее. Поэтому я это делаю не очень часто. Вот сейчас удалю, подкормлю, приберусь немножко за ним. Такой вот у меня хулиган намусорил тут на полу. И я думаю, что восстановится растение. В общем, пока. Тревогу бить рано. Думаю, что все нормально будет. Купила я еще вот такую вот очень симпатичную, как мне кажется, удобную леечку. Я на нее давно заглядывалась. Она вообще, в принципе, в двух размерах. На сайте на Wildberries представлена. Вот это вот полтора литра. Написано полтора, но мне, честно говоря, кажется, нету здесь полутора. Ну, вот полтора в бирке литра указаны. Я налила туда воды, чтобы проверить, нет ли каких-то протечек. Ну, протечек вроде бы нет. В бирку поэтому можно отрезать. Лейку оставлять. Единственное, я думала, цвет у нее немножечко другой будет, мне казалось. Ну, по крайней мере, там на фотографиях он представлен как такой, ну, посветлее, скажем так, цвет, а в реальности более темный, более бронзовый. Ну, в принципе, меня устраивает. Мне больше всего понравилась именно форма. Также есть у нее такая вот заглушка для носика. Носик длинный, тонкий и, как мне кажется, удобно будет поливать такой леечкой. Далее хочу показать новый аромадиффузор для дома. Ну, в данном случае, конечно, было бы лучше послушать аромат, тяжели о нем рассказывать. Но у нас с вами нет выбора, придется показать и рассказать. Сам по себе аромат приятный, легкий, в большей степени ванильный, с нотками древесины, цитруса и мускуса. Но, если честно, взяла я данный аромадиффузор в большей степени за его стильный вид. Очень мне понравилось, как он выглядит. И, как мне кажется, в этом плане действительно не прогадала. Приходит он в таком вот наборе вазочка вместе со стеклянной крышечкой. Много деревянных черных палочек и аромата в отдельном флаконе. Я добавила сразу не весь аромат. И палочки тоже, кстати, советую ставить не сразу все, иначе будет слишком ароматно. Это Алиса нарисовала маму. Мама говорит, я вижу тебя так в детстве, с желтыми тенями, с короной. И тут еще какие-то они... Она мне украшения прерисовала. В общем, вчера подарила рисунок. Я периодически, когда она что-то рисует, ставлю на камин. Ну, так, знаете, пару дней, чтобы постояла, чтобы ребенку было приятно. Я думаю, что это способствует тому, чтобы ребенок дальше продолжал творить. Далее покажу вам, приобрела я набор разделочных досок, очень симпатичных, на мой взгляд. Сделаны они из дуба. Есть вариант, по-моему, из ясеня. Опять же, оставлю ссылку, посмотрите. Очень они мне понравились, сделаны качественно. Ну, конечно, надо еще попробовать в деле, как они себя поведут. Подставка и, смотрите, вот такая вот соусница. Тоже деревянная. В наборе было такое вот масло для того, чтобы пропитывать досочки. Ну, сейчас смотрим немножечко. Ну, вообще, очень гладкие доски. Рисунок может быть не очень ровный, но, в принципе, это дерево. Нормально. Травировка тоже интересная. Здесь такая вот ниточки, наверное, придется убрать со временем, скорее всего. Видит, конечно, красиво, но со временем, наверное, они все-таки будут мешаться. Мыть тоже будет неудобно. Пока я думаю, что пусть так постоят, а там посмотрим. Также, знаете, из деревянных вещей купила вот такую вот подставку. Я уже ей активно пользуюсь и чувствую, что надо покрыть маслицем. Тут вот масло пригодится. Это не набор, это уже вторая покупка. Очень красиво выглядит такой, как у нас тоже слеп. Около 900 рублей он мне вышел. Очень нравится мне, как выглядят такие деревянные подставки при сервировке стола. Я уже использовала его для того, чтобы клала, в общем, сюда фрукты, виноград, нектарины, какие-то мандарины. Чуть-то так интересно, как мне кажется. Необычно выглядит. Естественно, каждое изделие, оно будет индивидуально. Еще, смотрите, взяла вот такой вот подносик золотистого цвета, практически как солнышко. Покрыт он таким, каким-то, знаете, как будто бы не перламутр это. В общем, вот эта поверхность, она гладкая, как будто лаком каким-то покрыт. Вот, с внешней, с обратной стороны, такой более шершавый. Был он в двух цветах, золотистый и серебристый. Тоже довольно универсальная вещь, как мне кажется. Можно использовать и как блюдо сервировочное для подачи каких-то закусок, и как поднос где-нибудь в интерьере, даже не обязательно кухне, да, и на кухне, и вообще, в принципе, по дому для того, чтобы какие-то композиции красиво формировать. Субтитры сделал DimaTorzok Далее, смотрите, взяла вот такой вот набор баночек для специй. В общем, мне понравилось, как они вмещаются в корзину. Для этого набора взяла еще вот такие наклейки. Ну, естественно, наклейки я буду использовать не только на этих баночках. Их здесь очень много. В дальнейшем можно использовать, естественно, и в других каких-то, на других баночках. Вот для этих, мне кажется, идеально подойдут именно вот такого вот формата наклейки. Пересыплю сюда специи. Некоторые, некоторые, которые мне неудобно хранить, ну, по разным причинам, да, бывает неудобная упаковка для хранения и прочее. Единственное, знаете, на витрине, так сказать, на Вайлдберрисе, на фотографиях, мне казалось, что вот эта вот железная часть черная, а в реальности она какая-то просто железная и, ну, не знаю, некрасивая. Может быть, ну, не то, что, может быть, наверное, так и задумывалась, но мне почему-то хочется, чтобы она была именно черной. Я думаю, что я покрою краской черной, какой-нибудь из баллончика, краской по металлу, и будет у меня вообще красота. Далее, смотрите, взяла вот такой вот чайничек. Как увидела я его где-то в какой-то кафешке, ходили мы на бизнес-ланч и подали нам чай в таком чайничке заварном. Здесь есть ситечка, чтобы не вытекала ничего лишнего, никакая заварка из-за него. Также крышка, смотрите, она здесь вот железная часть изнутри, для того, чтобы не размакала бамбуковая крышка. Вот, в общем, решила я, что мне тоже такой чайничек нужен. Видела я такие и в фикс-прайсе, мне показалось, они немножко другого качества, но не буду утверждать. Там они были, конечно, дешевле, чем на Вайлдберрисе. Ну, в общем, тоже посмотрите, может быть, вам понравится. Печайников, мне кажется, бомбически, особенно красиво, конечно, в нем заваривать какие-нибудь фруктово-травяные смеси, если вы любите, да, чьи. Субтитры сделал DimaTorzok Давненько, если честно, приобрела уже вот этот вот набор посуды, столовых приборов, точнее говоря. Здесь ножи, ложки и вилки. Ну, самое главное, конечно, то, что они такие золотистые и черные ручки, очень стильно выглядят. Такие вот здесь тоже ложечки были в наборе, маленькие десертные вилочки. В общем, такой интересный, стильный, красивый набор. Единственное, недостаток, нельзя мыть в посудомоечной машине, поэтому я не очень часто его использую, потому что я все же предпочитаю, чтобы этой работой занималась посудомойка. Смотрела я на Вайлдберрисе, их сейчас уже там, где заказывала, в наличии нет, но оставлю вам ссылки на похожие какие-то варианты. Сейчас, благо, их не так мало. Такие-то маленькие десертные вилочки, ложечки, ложечки маленькие, тоже десертные. Качество неплохое, но опять же я вам смогу, к сожалению, оставить только ссылку на похожий вариант, вот на этот непосредственно, просто уже нет в наличии его. Везла смотреть такую подставку в скандинавском стиле с надписями и таким вот кожаным ремешком. Взяла я ее для столовых приборов, но, конечно, можно использовать и как просто вазу, например, да, как какую-нибудь там, не знаю, для того, чтобы ставить даже, может быть, канцелярию. В общем, для разных целей можно использовать. Показалось, что она тоже очень стильная, красивая. Хочу приготовить капусту. Зашла вчера в магнит, увидела такую зелененькую молодую капусточку, прям очень мне захотелось что-нибудь из этой капусты приготовить. В общем, будем сегодня тушить капусту с грибочками, морковкой, луком. Использовать буду кусочек ветчины. У меня ветчина, но можно использовать и колбаску, и какое-то мясо, как вам больше нравится. Ну, просто вот кусок остался. Чем больше мяса, естественно, тем вкуснее. Но поскольку у меня будут и ветчина, и грибы, вот такого куска, в принципе, достаточно. И плюс понадобится еще томатная паста. Сейчас буду вам все по порядку показывать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, и вот такая вот тушеная капуста с грибами и ветчиной у меня в итоге получилась. Всем приятного аппетита! Ну, и если вам понравилось, обязательно ставьте пальчики вверх, подписывайтесь. И до встречи в новых видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok